Возлюбленные Господом, братья мои и сестры, хочу вместе со всеми вами сказать слава Богу. Бог даровал нам сегодня прекрасный день, праздник такой, вы знаете. Я вот сижу от начала служения и так наблюдаю немножко по залу. Заметил интересную такую картину, вы знаете, от начала собрания началось. Люди оживленно переговариваются, беседуют, улыбаются, что-то такое друг к другу. Сниманием слушают оркестр, хор, все, что происходит на сцене, даже некоторые, слава Богу, говорят. Потом, чуть подальше, подальше, к концу собрания смотрю по залу, лица погрустнели некоторые, некоторые уже такие безразличные лица, некоторые задумчивые такие. Пришла мысль, думаю, две причины на это. Значит, на протяжении служения люди поняли, что мало Бога благодарят, мало плодов приносят и каются, наверное. А вторая причина, наверное, устали немножко и проголодались. Поэтому, ну если вторая причина вообще, тогда я вам открою один секрет. Во-первых, я больше, чем полчаса говорить не буду. А второй секрет очень важный. Чем дольше вы побудете голодные, тем вкуснее вам будет то, что подадут на стол. Так что это только пользу принесет, особенно хозяйкам. И знаете, сколько недостатков не будет замечено. Так что все нормально, все нормально. Мы давайте еще настроимся на то, что мы сегодня на дне благодарения. И основная тема сегодня мы уже слышали, да? Благодарить. В праздник жатвы славу Богу воздать. Бога благодари. Вот. Прославляй Бога за все, что Бог дарует нам. И как с самого начала мы слышали, с самого начала о том, что с детства нас учат благодарить. И в этой стране мы особо часто встречаем такое слово thank you, да? Очень часто, везде, в разных местах. Правда, оно иногда звучит в таких, в двух тонах. Иногда нам говорят thank you, а иногда thanks. Мы понимаем, что хотя одно и то же слово, но оно обозначает абсолютно противоположное. Итак, сегодня давайте еще раз мы заглянем в наше сердце. За то, что мы получаем, получили от Бога, сегодня мы thank you говорим Богу, или thanks. Как сегодня наша реакция и наше настроение на то, что Бог нам дарует. А дарует нам Бог и даровал очень много. Ну, еще в свою очередь тоже несколько мест в Священном Писании. Немножко порассуждаем, потом хочу пригласить вас всех еще раз к молитве. К молитве благодарности нашему Богу. Итак, Бытие, 35 глава. Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исаа во брата твоего. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною, и хранил меня в пути, которым я ходил. Это вообще известная библейская история, отрывок из жизни Иакова. Был такой человек когда-то очень давно. Вот Иаков на этот момент жил возле города Сихем. Город, возле которого произошло несколько таких очень печальных в жизни Иакова событий. Это беда случилась с его дочерью Диной, да, ну, я не буду двадцать в подробностях, вы знаете, и с его сыновьями, которые очень жестоко, я бы сказал, отомстили жителям этого города за поступок, который был сделан по отношению к ихней сестре. И, почему, почему Бог так настойчиво, так вот повелел или даже приказал Иакову этот момент, встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брат от твоего. Дело в том, что больше двадцати лет назад в жизни Иакова произошло некоторое событие, очень важное событие в его жизни. Через некоторое время, после того, как он не совсем правильным путем получил благословение от своего отца, которое, по сути, принадлежало Исаву, брату его, вот, и мать, которая услышала угрозы со стороны Исава, подходит к отцу с интересным заявлением. Она не об этом, конечно, говорит, но подходит к отцу с интересным заявлением и говорит такое слово, что она не хочет, чтобы Иаков женился на местных девушках, а чтобы пошел на ее родину и оттуда взял себе жену. И ее аргументом, чтобы было очень веское и интересное заявление, если вы читали, если нет, то послушайте. «И сказала Ревека Исааку, я в жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жить?» Ну, как видите, проблема свекрови и невестки – это не только в наше время, да? А тысячелетия назад она тоже существовала, но не об этом наш разговор. Исаак дает на это согласие свое, призывает Иакова, дает ему на путь, благословляет его, отправляет его в дорогу. Вот. И там, по пути в Харан, остановившись на ночлег, Иаков переживает интересное явление. В сновидении или во время ночного вот этого сна к нему является Бог, и он слышит голос Божий. 28 глава. «Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, не бойся. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству Твоему, и будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню, и благословятся в Тебе, и в семени Твоем все племена земные. И вот я с Тобою, и сохраню Тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу Тебя в всю землю, ибо я не оставлю Тебя, доколе не исполню того, что я сказал Тебе». Интересное, правда, заявление со стороны Бога. Интересное видение и голос слышит Иаков, и напуганный вот этим явлением, и вдохновленный, я бы сказал, обещанием таким, поняв, что не просто что-то причудилось ему, а действительно с ним говорил Бог, Иаков делает со своей стороны некоторые заявления тоже. Читаем, и встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек Иаков имя месту тому висиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил, но это молодежь не значит, там все лузеры жили, да, в этом городе, нет, это просто такое название города. И положил Иаков обед, сказав, если Господь Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. И после этого Иаков двинулся дальше в путь. Придя к жителям Востока, он остановился и поселился у своего дяди Лавана, который впоследствии становится его тестем, и где прожил он долгих двадцать лет. За это время Иаков обзавёлся семьёй, у него были жёны, дети. Вот за последние несколько лет стремительно возросло его имение или его богатство. Так что и его тест, и братья его жён уже смотрели на него, вы знаете, с какой-то завистью. И с каким-то такой опаской. И говорили, что Иаков уже завладел всем, что у нашего отца. И Библия нам говорит, и сделался этот человек весьма, весьма богатым. И было у него множество мелкого скота и крупного скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Как мы видим, Божье обетование, то, что сказал Бог, работало в полной мере. Бог не оставил Иакова, Бог его благословил. Да, мы находим там жалобу Иакова на то, что не совсем честно с ним поступал тест, не совсем ему легко жилось в этой стране, но конечный результат. Этот человек становится весьма богатым. У него всё есть, он имеет всё. Что интересно, когда вы внимательно читали эту историю, то за это время Иаков ни один раз не принёс жертву Богу. А ведь обещал. Ни один раз за это время, за этот промежуток времени, получая богатство, получая в обильной мере благословение Божие, ни разу. Ну, вы знаете, это не только Иаков такой, это картина, отображающая вообще нас, людей. Многие мы такие, правда? Мы все очень быстро и щедро на обещании. Но когда приходится исполнять их, тут чуть-чуть мы бывает иногда тормозим. Ну, иногда поначалу мы исполняем очень чётко, очень ответственно, очень так с удовольствием, но проходит промежуток времени какой-то. И мы замечаем себе, что уже не так это делается легко и просто. Я как-то уже проводил этот пример, ещё раз приведу его для всех нас. Как-то один человек переживал трудности в своей, такой, ну, материальные. Вот, и он молился Богу и просил Бога, просил пастора, чтобы благословил его, он открывал бизнес, и чтобы Бог благословил, чтобы у него было необходимое, так как ему было трудно финансово, и он пообещал, что я буду постоянно десятую часть, Господи, из всего, что буду приобретать, отдавать тебе. Ну, Бог благословил, Бог очень благословил этого человека, и он исправно, как говорится, выписывал чек, десятую часть того, что приходило в него, какой достаток или какой он получал доход свой. Но прошло время, долгое время, года прошли, однажды выписывая чек, он обратил внимание на сумму, которую он выписывает. Ему когда-то стало, знаете, так, ух, это столько денег я выписываю. Он посмотрел и увидел, что сумма, которую он выписывает, уже на дело Божие, превышает тот доход, который он вначале имел, когда вот после молитвы его Бог благословил его. И как-то, знаете, ну, что-то защемило немножко сердце этого человека. Он понял, что это неправильно. Раз, второй раз ненормально. Он подходит к пастыру и начинает, говорит, рассказывает ситуацию, говорит, ты знаешь, помолись обо мне. Тяжело стало мне вот. Я потерял то-то время, когда я с радостью делал вот это. Ну, пастырь не замедлил, становится на молитву, говорит, Господи, возврати его на тот доход, который он имел тогда, когда он с радостью отдавал тебе десятину. Тогда человек, вы знаете, молиться не захотел, перестал молиться. Мы не хотим возвратиться к тому, правда, но оно интересно. Вы знаете, я тоже иногда прислушиваюсь, замечаю некоторые такие вещи. Вы тоже это замечали. И когда я сейчас скажу, то вы заметите. Не только сейчас, но обычно к концу года. Иногда перед собранием там вот группа людей, мы встречаем. Ну, привет, привет, как дела? Близкие, знакомые, друзья. И вот там конец года, как дела? Ну, да, шо дела дела? Вот смотри, там, а, приехал оттуда, там, рейс тут, туда, ну, часто среди туркистов. Братья, я не обижаю вас, не унижаю. Вот любой, любой бизнес, там, того, тот билдер, тот там по покраске, тот по плитке бизнес. И так, ну, шо, от конец года, ты знаешь, надо какую сумму таксы, сколько надо выписать? И называют сумму. Я послушал, интересно, посмотрел дома свои чеки. Вот меня там каждую неделю высчитывает таксу. то я к концу года не замечаю, сколько высчитал. Посмотрел, там, да, сумма вообще-то не особо отличается. Просто меня ее высчитывает постоянно, не придает ему значения. А люди, которые платят раз в году, к концу года. И вот, и что интересно, я заметил, никто из них не сказал, ты знаешь, сколько я заработал в этом году? 200 тысяч. А каждый говорит, ты знаешь, сколько мне надо заплатить? И я, интересно, подумал, а что, здесь в Америке таксу берут независимо от того, сколько ты заработал? Ты на траке ездишь, 20 тысяч, ты билдер, 50 тысяч таксей, у тебя свой бизнес почему-то еще столько-то. Да нет, правда же нет? Ну, скажи, ну, так вы считаете или нет? Сколько ты заработал, определенный процент отдай. Так это значит, если у тебя много надо заплатить таксой, так как много ты заработал? Благодари Бога за такое благословение. Ну, к сожалению, среди нас Иаковов немало, немало. Так что, ну, давайте вернемся к Иакову. Проходит промежуток времени, Бог молчит, Иаков ничего не делает, наслаждается тем, что он имеет. И вот, дальше мы читаем такое слово. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, смотрите, интересное слово, где ты возлил лилей на памятник и где ты дал мне обед, теперь встань и пойди туда. Понимаете? Бог говорит, я буду с тобой, я благословлю, я все тебе дам. А здесь интересно, Бог говорит ему так мягко, Иаков напоминает. Я Бог, который явился тебе и которому ты что-то обещал там, Иаков. А ну, вспомни. Иаков собирает всех своих жен, но я буду стараться коротко. Вы знаете эту историю, не знаете, почитайте ее дома. Интересно. Собирает всех своих жен, детей уходит, там встреча с ним происходит потом через время слованам, некоторые там выяснения. И только там мы встречаем первый раз. И заколол Иаков жертву на горе. И позвал родственников своих есть хлеб. И то он заколол его по той причине, что надо было угостить людей, которые там рядом были. Ну, проходит время, Иаков двигается дальше, приближается ближе к земле обетованной и посылает вестников своих к брату Исау, с которым нужно встретиться. И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исау в землю Сеир, в область Едом. И приказал им, сказал, так скажите господину моему Исау, вот что говорит раб твой Иаков. Я жил у Лавана и прожил до ныне. И есть у меня валы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабини. И я послал известить о себе господина моего Исау, дабы приобрести рабу твоему благоволение перед очами твоими. И возвратились вестники к Исау и сказали, мы ходили к брату твоему, то есть к Иакову. Возвратились вестники к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Исау, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. И вот опять попадает в тяжелую ситуацию Иаков. В трудную ситуацию, да, вы помните? Вспомнил опять он о Боге. Там, ну, делает он некоторые, на его взгляд, действия. Вот, когда он услышал, что идет Исау, и с ним 400 человек, отправляет всех за поток, сам остается всю ночь молиться. Молится интересно. Я не увидел этой молитвы, ну, я не виню Иакова, чтобы вы тоже меня поняли. Ну, молитву пока... Господи, я исполню все, что обещал. Прости мне, пожалуйста, я там то-то, то-то. А он говорит, Господи, а помнишь, ты мне сказал, вернись в землю, я буду с тобою, я благословлю, я буду благотворить тебе, Господи, ты же так это обещал. А вот брат идет навстречу, и с ним 400 человек, я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с ребенком. Трясется за свою жизнь Иаков. И что делает Иаков, что интересно? Не написано, что в тот же момент берет он там кучу скота своего, начинает проносить жертву Богу, каяться и Бога благословлять. Но делает он другое совсем. Когда иногда в жизни нашей, как говорят в народе, запахло смаленным, мы начинаем действия всякие делать, предпринимать что-то это, Иаков берет, вы знаете, что Иаков отделил из того, что у него было, не половину, не две трети, не знаем сколько, какой процент, но мы знаем число, 580 единиц худобы, скота. 580 единиц. Представляете, сколько? Это не каждый колхоз в советское время имел столько. Иаков это отделяет, и братус ему в подарочек туда, умилостивить в его лице. Когда прижало, то есть мы способны жертвовать, правда, когда нам тяжело, когда что-то не так, когда мы способны жертвовать, жертвуем лишь бы, чтобы как-то нам было лучше, чтобы нам все хорошо было. И там встречается он с братом, брат говорит, я не хочу этого брать. Возьми, возьми, такие слова такие лестные. Да это ж я увидел тебя, как будто кто увидел в лице Божие. Это ж такое, и ты был благосклонен ко мне. И дальше там приходит беседа, они расходятся, Исаав идет к себе, и Иаков потихонечку не в Вифиль, а в Сихем идет. И вот там происходят те события и с дочерью, и с сыновьями. Иногда бывает в нашей жизни такое, братья и сестры, когда мы не туда забредем. И с дочерями проблемы, и с сыновьями проблемы, и мы в этом молимся, переживаем, скорбим. И вот здесь уже проходит долгое время, больше 20 лет, и здесь Бог заговорил Иакову опять и говорит, «Встань!» Вот то, что я прочитал в начале. «Встань! Иди в Вифиль, и там принеси жертву!» Ты что-то обещал, поэтому иди и делай. Я думаю, что сегодня в нашем собрании Бог очень много говорил каждому из нас. Возможно, кому-то напоминал события многолетней давности. Пакуя чемоданы еще на Украине, в России, в Белоруссии, в Молдаве, где вы там жили, не так важно. Может быть, что-то мне обещали Богу, может, что-то говорили, как когда-то Иаков. А как сегодня, братья и мои сестры? Я буду служить, будет свобода, я буду Господу служить, я буду трудиться для Бога, меня никто не будет устрашать ничем. Прошли сегодня годы, оглянемся назад. Сижу на задней лавке в церкви, рад, что меня никто не трогает, возмущаюсь, когда еще ведучий позвонит, вот, или еще что-нибудь в этом роде. Или я с радостью Богу служу и Бога благодарю за все, что имею. Надеялся или не надеялся, я не знаю, как кто, я не надеялся, что буду так жить, как я живу. Я не надеялся, что буду иметь все необходимое в этой жизни. Я не скажу, что я теперь богатый человек, много всего имею. Имею все, что мне надо. И даже больше того. Бог не остался в долгу. Если Бог когда-то сказал свое слово, Бог не останется в долгу. Он исполнит его до деталей. Еще один маленький пример приведу в своей жизни, когда-то его приводил. Мне было 18 лет, я собирался идти в армию. Я переживал, я был самый младший в семье, переживал. На сердце у меня было войско и присяги не принимать. Многие из вас через это прошли и так поступали. Но я не знал, как будет, как я вернусь домой. И вот однажды дома, будучи один, я был в посте. Не было никого в доме. Я не был один. Я встал на молитву, молился перед Богом. Просил у Бога мудрости, как поступить. И в сердце мое пришло слово. Я не слышал голоса. В сердце мое пришло слово. Еремий, 28 глава, 3-4 стих. С того времени пришло больше 30 лет, я их помню. А там написано, через два года я возвращу на это место все сосуды дома Господней, который царь Навуходоносор вынес. И царя называет имя, возвращу через два года. В советской армии служили два года, если вы помните. Эти слова меня держали все время. И Бог мне не заставил себя ждать или медлить. Я больше чем два месяца не дослужил до полных два года. Я самый первый был уволен с частью, в которой служил. Хотя человек, начальник, в которой служил, грозил мне тюрьмой. Много чем грозит. Но Бог остается Богом верным. Я не скажу, что я был во всем верен. Что я был такой хороший и послушный. Но Бог верен. Иаков не во всем был верен. Но Бог оставался верным и благословлял его. Вы не совсем оглянитесь на свою жизнь. Я не буду говорить. Вы знаете, во всем ли мы верны в том, что мы обещали Богу. Но Бог в своих обещаниях верен. Сегодня никто из нас не голодает. Мы имеем пищу, пропитание, одежду, жилье. Все необходимое. Может быть, у кого-то есть какие-то проблемы, но не потому, что Бог нас их поставил. А потому, что мы купили дом, который не можем потянуть, или машину, которая нам не надо. Вот это причина только, почему нам бывает иногда тяжело. А так Бог дал нам все. Поэтому, братья и сестры, стоит за это Бога благодарить? Или не стоит? Поэтому сейчас в этой молитве мы от всей души, вспоминая свою жизнь, поблагодарим Бога. Я прошу, братья, пройдите сюда на сцену. Мы тоже все вместе со всей церковью сейчас совершим вот эту горячую молитву благодарности за все, что мы имеем от нашего Господа. Давайте склонимся и будем молиться. Давай возьмем всем. Каждый возьмем продукты.